итак смотрим повторы 200 рублей благодарю за четкие гайды есть же спасибо рамду алексей 300 рублей на разбор реплея вот поехали смотрим затерном разбираем повторы человека который сделал только что заказ слушай музыку на фоне это замечательно на интересует у тебя повторы вопросы о конкретно я проблемно где у тебя слабости где тебе ты не понимаешь то есть можете не рассказывать во время обзора повторов свои свою жизнь чем живете чем дышите доходите какое кино любите финал сейчас я на другой жесткий диск перенесу а потом скопирую его себе смотрю акции рипера то есть прямо в сообщениях в игре спрашивайте если вы выбирали тщательно повторы то у вас будут вопросы более конкретные не понимаю когда он делать и в дроп ну как это теран может всегда лететь в дроп всегда тогда когда у него есть медиваки чем чаще ты будешь успевать дропы тем проще тебе будет выбить противника из клеи правильно правильно когда соответственно с появлением медивака логично медиваков главное первые медиваки не сливать иначе у тебя будут сложности знаешь когда есть преимущество но для этого нужно как минимум убить что-то и не потерять в ответ то есть если ты убьешь 10 рабов но обдашь 2 груженных медивака это не преимущество логично так смотрю просто исполнение дабл дропа что у нас через с рипером до рипера ты не отдал ты должен во первых научиться помимо исполнения дропа ну это не сложно да это учится за пять минут игры ты должен успевать не просто вкладываться в армию ты должен сам формировать свою экономику одновременно с производством армии одновременно с харассами иначе лучше играть процессами если тебя не получается это делать так ждешь ты медиваков делать раз посмотрим третье виспен ты добавляешь парак с реактором аппорт играет на плюс 1 дроп 520 вот у меня первый вопрос ты высаживаешься морпехами на второй локации не летя на мэйн мысль первая ты под бустом мог бы внезапно пока зерк этого допустим не видит или не свое не своевременно реагирует высадится прям за минералами да или в минералах пехотой нас морпехов которые будут стоять за минералами точнее в минералах между минералом и хатой это для зерга смерть если у него нет бэйнов а чувак морфит бэйнов у тебя под базой то есть вот высадить сейчас ты к нему на мэйн уже было бы весело по крайней мере в игре и эволюшн забрать можно и все остальное можно было пробить зерга уже довольно жестко сейчас и после второго барака я смотрю добавляешь команд не добавляешь командный центр ты делаешь третий барак и вкладываешься в накопление лимита но что тебе сейчас мешает реально поставить 3 командный центр и занять его ближайшие там полторы минуты чем делать танки нон-стоп медиваки нон-стоп и пехоту нон-стоп уже сейчас скоро тебе надо ставить 30 с этим и надо догонять зерга потому что у него третья база строится она у него раскачивается она окупается на деньги приносит вот и не стал никуда высаживаться решил убить опухоль отличная музыка и вот ты прилетел дабл дропом со степаком ради чего убить одну опухоль как я могу предугадать примет мне зерк или нет ну во первых ты летишь медиваками на похер и смотришь есть там бейлинги или нет во вторых если ты успеешь долететь медиваками до того как он среагирует не у каждого зерга вся карта в овервордах и в крипе это пятая минута игры максимум какую ловер здесь будет на твоей половине карты это один-два оверворда в рандомных местах шальная собака можете заметить я бы высадился на любой из краев и начал бы зерга зерку пудрить мозги то есть твой двойной дроп который ты исполнил он ничего не приносит это тоже самое что если бы ты играл в один медивак и польза была бы точно такая же у тебя уже было бы 30 c потом ты добавляешь новые бараки 5 штук то есть играешь грубо говоря как инновейшн против серого в финале хомстория и собираешься жестко его давить именно жестко но я не уверен что ты сможешь справиться с зергом на такой карте именно с 2 бас чистой пехоты и танками либо гайт хороший какой гайт хороший это не всеми морпехами отходил в сторону только небольшой группой то есть половину морпехов доставил около танков около бейлингов вот ты же видишь собак вот я смотрю от твоего лица как как лагает жесть чё с фпсом в игре ps просто не кокущий может быть вообще из-за место на диске из того как того что заблокировал мариками танк равно с бейлингами проблема ты не был готов к сражению то есть танки ты отдал каким образом ты собираешься играть против зерга именно танками если он тебя может сожрать просто в центре карты почему не мины во первых их бафнули делаешь горит на закопку копишь мины на одну стоимость танка у тебя сколько мин приходится 5 мин 5 мин вместо одного танка реально думаю что один танк будет более полезен чем 5 мин 5 мин могут убить вообще 100 собак при желании если повезет и танк раскладываешь он делает выстрел в одну собаку и его собаки сжирают вот вот твои танки бессмысленные абсолютно танки надо будет не в лобовом столкновении а на позициях качестве осады то есть например ты высаживаешься вот наверх на третью базу хочешь на нее напасть да например сверху можешь танк поставить или или допустим за туманом ты можешь вот здесь танк поставить нападая через верх 79 секунд и что копишь минки до тех пор пока не появится апгрейд у тебя должны быть грейд 1 1 сделано уже к этому моменту заказываешь арсенал делаешь грейд до тех пор пока говорит не готов ты мины все равно можешь использовать они же как ни крути стреляют давай поспорим если ты сейчас сыграешь в следующую игру ты закопаешь одну мину и она суммарно убьет больше чем твои танки настреляли за всю эту игру любая одна мина может убить 20 собак может 10 танк не может убить 20 собак если он стоит в недосягаемые позиции для противника вот твой третий командный центр то есть зерк уже ставит пятую базу уже ты пытаешься пробить ему четвертую торпехами куда-то в сторону отходишь и тебя здесь окружают просто со всех щелей то есть зерк мог сейчас напасть на тебя вообще с любого количества направлений его в том что у него тоже копится сильные ресурсы у него 200 лимита по овервордом он переборщил с оверами армии у него все равно нет то есть он понимает что он заказывает оверов но не понимает для чего он этого делает верга нет ничего абсолютно но дома у тебя могло бы сейчас быть десяток минок без апгрейда берешь дотекание отменяешь эту хату по возможности как можно быстрее возвращаешься к заказу к своему который тебя бежит на подкрепу и ешь к нему вов с минами ты можешь параллельно закапывать рандомные минки в хаотичных местах на рампе около рампы в кустах там в дыму в тумане где угодно за игру каждая такая минка настреляет много десятков господи много десятков киллсов более с появлением муты танки тебе тоже не помогут а минки стреляют еще и по волду по я тебе напомню вот и сплетишься богу здорово сейчас кинуть скан наперед что посмотреть не собирается резерк наламываться чтобы ты морально среагировал но не совсем дело в танке ранее раньше можно было в танке играть ты просто танками лезешь на зерга воп открытое пространство то есть не проверяя этого танки можно медиваках тропать не показывая по оппоненту что у тебя не есть зерк тебе разведал вообще за игру кстати ни разу не разведал то есть он мог даже не видеть твои танки за матч мог его удивить этими танками ты мог прилететь к нему на мэйн вы раскладывать танки и пехоты пройти вперед куда-то немножко за сплите появление муты я удивляюсь почему-то не добавляешь тора ведь у тебя завод стоит на лаборатории и один тор контрит всю муту любое ее количество и всю игру не кидал мулов и точно мастер лиги на третьей базе нельзя же вообще не думать про мулов благодаря мол он ты быстрее выходишь в третью быстрее добавляешь кучу бараков у тебя больше суммарно денег и на туретки и на пристройки и на сопла и бункеры и так далее эти можешь оставлять хотя бы один бункер у кого свои например 3 базы и сопла и желательно все не открывая оставляй открытый только один и роли поинт с бараков соответственно ставь не на ну и либо на вход либо прямо на соплай так гораздо проще ты не будешь пропускать забегания рандомные из в 2 ты вроде не играешь 49 фпс писец зерк очень сильно впереди был бы если бы сильно этого хотел не сильно старается тем более еще играет в и вот ты переходишь в мины делаешь это сверх поздно на 12 минуте зерк уже может сделать ультравов если он не глупый не только начинать заказывать а уже как иметь готовыми 200 лимита с гидрой собаками бэйнами и ультравами ведь реально за всю игру сколько ему рабов убил ну 5 окей то есть ты играешь хорошище раса который вообще не убивает ни одного дрона это плохо это не серого понимаешь это серого может не потерять ни одного раба за игру игрок в мастере алмазе не может этого сделать любой хаотичный дроп туда отправил сюда отправил мута полетит за ним она выиграет ты выигрыш дропом время в это время дождешь грейдов 33 дождешься тора в парочке тебе в итоге вон прибегают бейлинги и они фейс роллит по твоим мариком я одна мина в игре к сожалению ты был здесь совсем вне позиции довольно странный момент во первых ты можешь поставить радарную вышку на 2 базе данная вышка тебе большой погоды не сделает то есть смысл от нее что она разведывает твою третью твою четвертую не очень понимаю смысл этой данной вышки поставь около 3 базы его вот около лестницы где-то либо у кого просто третьего командного центра увидеть что к тебе собирается какой-то какое-то забегание сделал бункер неплохо расишь муту первый раз увидев муталисков если ты дома не хочешь минки закапывать в она тебе не харасила поставь больше одной туретки но туретка не спасает от муты поставь 2 это хотя бы надежно тебе не придется бегать мариносами и особо сильно с ней париться потому что пока муталисков не будет штук 20 он не будет залетать на твоей туретке тут тебя реально просто сожрали ты потерял мариносов наверно 20 только на бейнах ну и всех рабов в придачу конечно грустно делаешь грейды на броню на технику здорово вот и все это мог бы иметь гораздо гораздо быстрее советуйте реально подналегать на повторы про геймеров если хочешь более отточенно играть бери повторы там любого тирана вообще с этого с хом история и смотри их билд через три командных центра похожий дроп такое тысячу раз было на хом story вот он делает свеч в ультравов а у тебя естественно сейчас ни одного мародера и ты даже не готов к этому хотя понимаешь что 14 минуты одними мариками это играть уже не можешь как ты будешь убивать 5 ультралисков нажмет оклик и все ты не убьешь это а так как у него ультрава тебе еще и либератор и в придачу нужны о неплохо он пожалуйста минус первая порция собак ну и нормально ты разменялся здорово это базу с пуни таркой у зерга 5 хат даже отправив рандомного либератора пациент как бы по периметру карты на какую-нибудь локацию который просто заставит зерга дергать queen перекапывать спорки это трата времени и так далее это уже польза если либератор убьет хотя бы 3 раба это уже классно если он собьет к вину собьет тайминг инъекций уже не говоря о дропах которыми можно успевать естественно контролить или пытаться успевать и вот твое первое забегание за игру но убила спорку тела виснет мидивака почему ты у собой не взял в отдельных от кей смотрите я начал часто говорить и у меня кашель начался я уже прям чувствую правая штука жесткая угасные снаряды пошли ты добавил всего один барак с лабораторией а у тебя всего был один барак с лаборатории как собираешься уносить зерга в лицо о люркеры но тут вдвойне веселее ну и дальше он тебя естественно задавит хотя и по факту по потерям ты в минусе точнее в плюсе он потерял больше тебя на целых 6000 денег а 6000 денег это почти 200 лимита пехоты ну вот где-то минуте на 10 вполне можно было бы иметь уже хорошие лимиты с минками и пару торов а не просто вот эту вот грустную гапшу мариносов с двух баз если же ты выбираешь стратегию через две базы то выбираю хотя бы на маленькой карте например на расколе или ну блин не знаю на заводе на не помню как новая карта к сожалению называется стазис по моему там же короткое расстояние между локациями тем более там танки можно вообще офигенно обузить вот той стиль игры клёво подходит для игры для карты стазис божественно у меня в самой первой игре на ней убили тем что террин высаживал танки в этот ландшафт где камушки стоят и через не через это направление начинал давить а ты лезешь чистое поле с танками которые не успеваешь раскладывать даже вовремя играй минами один танк это пять мин пять мин это минимум минус 30 собак когда на тебя бежит толпа зерга ну думаю и 15 раз был мастер лиги не знаю может быть конечно ты троллишь но я не верю что ты не понимаешь прикола мин тем более когда минки были невидимые после выстрела с момента введения в игру когда их там добавили в хотси да у меня от них бомбило да 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 в хотси в хотси пять лет все мучились и страдали от этих дебильных мин теперь их опять вернули ну просто апгрейд вот на счет фильмов я думаю ты догадываешься я кстати хотел бы чтоб ты сыграл бы с кем-нибудь если у нас есть кто-нибудь из мастер лиги в чате я бы посмотрел посмотрим так есть coin это твт нам нужен зерк какой-нибудь из мастер лиги есть кто-нибудь в чате из мастера ребят вас есть шанс сыграть на стриме если есть зайдите на канал зерк тв танки нравятся танки замечательные вместе в комбо с либераторами или в комби с минами нет не так либо либераторы с минами либо танки с либераторами ты играешь против зерга этих вот открытых картах если ты грамон то как-то вот не знаю смотришь ли ты стрим что я показываю а ну да смотри стрим в этом случае если ты нападал например на зерга через какой-то дроп сюда я раскладывал бы танк сверху и шел бы пехотой по низу на вот эту локацию было бы здорово но ты этого не делаешь к сожалению так тут чё а тут тоже самое пардон я так понимаю ты по одному билду часто вот там играешь через одну инженерку сейчас я 600 минералов ты можешь заказать 30 c раз он у тебя будет строиться раз уж ты завтыкал и пока он будет строиться все это время у тебя будет 10 и медиваки и бараки и пристройки и все остальное подожди а что это за а вон ты чё ты делаешь то есть ты прилетел к нему своими замечательными медиваками в 540 опять высадился колол себе забрание стимпак зачем ты вколол стимпак если даже не видел что здесь база есть мало места чтобы стимпач на свой мозг с двух сторон убить в смысле чел ну ты чё в любую секунду ты загружаешься в медиваки и перелетаешь меняешь позицию тебе вообще париться не надо у тебя медиваки первым говорит что его могут окружить а медиваки на что нет между первым тиром алмаза и мастером нет особой разницы но между третьим тиром алмаза и мастером есть разница как минимум полтысячи ммр назад последний раз играл в варкрафт но вообще это старка в 2 как бы но с подключением подключением вот и делаешь выход можешь танчик поставить сверху танчик поставить на рампе начать давить как-то через это направление от того что просто в чистом поле два танка разложишь погоды не будет вот сплитишься неплохо но посмотри на лимит просто на лимит на количество собак у противника их столько же сколько у тебя мариносов плюс 22 бэйна ну и явно что даже на поле боя тебя будет всегда меньше чем противника ты должен разводить зерга чтобы он не сделал свою идеальную экономику если зерк по билду отыграл 7 минут по хорошему а ты косячил то логично что если ты не убил ему ни одного дрона и он не завтыкал ни с одной инъекции он тебя вынесет просто окликом ты делаешь следующий выход опять же со ставкой на 2 базовый прессинг 6 бараков у тебя явно сплит как бы ну не самый лучший давай говорить честно поэтому играть без мародеров для тебя на самом деле плохо делай хотя бы блин 1 2 барака с лабораториями и делай мародеров вставляй мародеров чтобы его бейлинги разменивались неадекватно зерги любят нажимать f2 клик бездумно вон у него хаткей вся армия в одном бинде таких глупых зергов просто ставишь 3 мародера вперед они всех бейлингов на мародеров разменивают ну и че в итоге у него уже 4 базы а ты сидишь дальше на 2 как ты собираешься вот с этого момента имея на 30 рабов меньше выиграть зерга вот посади сейчас меня играть за этого чела посади платину играть за этого зерга я его не выиграю я отстаю на 30 рабов у меня в 2 раза меньше баз как мне выиграть это нереально любой человек из платины меня выиграет имея просто в 2 раза больше денег в минуту а ты мало того что ни в одном командном центре мувов не кидаешь я уже конечно не говорю про тайминг 3 cc на 10 минуте Но ты выбираешь стиль странной игры Ладно, хоть не знаю, в ТВТ бы ты так играл Но нельзя одним билдом во всем отчапы играть Как ты будешь убивать вот 60 бейнов? Вот я готов прямо сейчас запустить повтор Дать тебе 30 попыток И ты за 30 попыток это не убьёшь А если ты не убьёшь это за 30 попыток, вопрос Чё ты хочешь от этого реплея? Давайте прямо сейчас посадим реально платину за этого зерга И чувак из мастер лиги продолжит повтор Вот с этого момента Вот чисто ради эксперимента Я поржу, конечно, если платина проиграет Но это очень маленькая вероятность 3000 минералов добычи в минуту 900 газа против 500 Грейды при этом практически одинаковые А, ты ещё делаешь гряды с одной инженерки Ну, потому что, я так понимаю, с одной базы играешь Наверное, ты давно не играл, конечно Могу ошибаться Это он отдал половину своей армии Разменялся Ты стоишь на хорошей позиции Поэтому он не нападает Естественно, зачем ему это нужно Ну и... О, зерга думался с двух сторон нападать Ща посмотрим Ой-ой, пардон, меня лагнуло Он тебя просто сжирает Ему плевать, стоишь ты там или нет Ему всё равно Он заказывает гидру И у него 200 лимита против твоих 89 Один твой дроп за 11 минут Не изменит ему уже никакой ситуации Он уже в плюсе Только не могу статистику посмотреть Ой, блин, как жёстко лагает Это у тебя лагает или у меня? Ладно, здесь мы всё увидели Третий повтор Я надеюсь, он будет не в таком же стиле А в каком-то другом Я уверен, что зерк в игре В этом матче Насобирал на 5000 минералов Больше тебя Потому что ты ему не убил Ни одного дрона Чатик, я вас пока не читаю Пока мы заняты А, это филинов заказали По традиции Тут песню заказать Нормальную, в конце концов Лучий билд нормальный Вот ты и в золоте Ну да, здесь примерно такой смысл Мины 30 Нет, неправильно Во-первых Агрессивней дропать Найти билд под правильный Третий командный центр Более ранний Желательно играть через две инженерки Потому что ты от зерка будешь Отставать по грейдам Многие играют в дабл Эволюшны Особенно если зерк играет Линго Бейлингами Ему нет смысла играть с одного Эволюшн Он может делать это с двух В том же стиле Нет смысла в том же стиле Покажи лучше игру с протасом Или хочешь я тебе дам возможность Сыграть с кем-то из чата А ты попробуешь поиграть минками И почаще подропать ЦЦ Другой билд Не играть так агрессивно С двух бас на больших картах Это реально бессмысленно Побольше мультитаска Побольше харасса Побольше апм А в игре Зерк бы никогда не нажал бы на тебя А клик Если бы у тебя было 10 мин закопано Между твоими мальками Но когда он видит у тебя одни танки И он видит то что грейды у вас одинаковые Чего ему порезать то Осталось только на крип зайти И сдохнуть Давай сыграю Хорошо Есть ли кто-то из чата Кто хочет сыграть из топа алмаза Или мастера Ну желательно зерк Точнее не желательно А зерк Коинь ты не подойдешь Ссылочка на заказ музыки Есть под стримом Ребят Спрашивает как музол заказать Есть ссылка под стримом Кстати на ютубе Я ее подниму повыше А то она по-моему Очень далеко вниз ушла Мне время было много турниров Здоровки Готов сыграть протас Замечательно Но мне зерк нужен Ребят Так ссылку для музыки Добавил повыше Теперь вы ее видите Потом грузеры апнули Патч вышел как бы большой Эй патч Ссылка на патч В описании стрима Я смотрю радио тапок Раскрутились очень жестко Никто их раньше не заказывал Уже пороки сгинут Исчезнут во тьме Их испепелят небеса Мертвые восстанут При полной луне Не играл все Для этого надо зайти в Starcraft На канал Гайз Жду противника Кто у нас потом следующий Рамду Правильно книг читаю надеюсь Рамду или Рамду Рамду наверное При АЦМ не надо Пощади Переключились объекты в группе Если объединить несколько хад Как переключить объекты в группе Если объединить Несколько хад в группу Что значит объекты И что значит в группу Я не понимаю Некорректный вопрос Переключить Я не понимаю вопроса Что значит как переключить объекты в группе Какие объекты Объекты Был алмазом Ребят, мне нужен алмаз Платина, это слишком Слишком смешно Есть ведь кто-то в алмазе задергав? Давайте начнем издалека На этом стриме, конечно же Так, кино у нас 3 Так, регион Хоть самому профайлы чекай Блин, найдешь Никто с зергами в алмаз выйти не может? Ну вы смешные, ребят Так, чувак с ником чувак Перед алмаз, который Алмаз, который не играл в Старкрафт 22 дня Чувак, я не уверен, что ты алмаз спустя 22 дня В какое время обычно лига понижается автоматически Привет, привет к вам Ребят, в Старкрафт зайдите, чтобы написать мне В Старкрафт не надо писать печати на Гудгейме Что вы в алмазе и так далее Я же не могу из Гудгейма вас инвайтить в игру В Старкрафт заходите Канал Зерк ТВ, все как всегда Едят там на ютубе, пишут Я в алмазе, и че? Старкрафт Для игр Чатики для общения Не путайте эти вещи местами Мы не серовы Че это? Те же видели по второскому истории, я надеюсь Забитим 4 хата на катке Хочет переключаться экран между ними По нажатию чего-либо Настройки, горячие клавиши, раздел камера Переход к главному строению Бэкспейс О, хороший музон Пишите мне в личку кто-нибудь, если есть зергит первого тира хотя бы Третий тир Это когда-то платина Зачем с мастером играть третьему тиру Буду спамить, а время идет Давайте подождем Я бы зашел, но делаю уроки Нет, ты сидишь в чате на ютубе, ты не делаешь уроки Катастрофа Нет зергов в алмазе Самая простая раса, чтобы подняться в скеле И вы не можете в алмаз выйти Хайбай, кстати, не забывай, что теран может еще Ой, что зерг может сыграть в роучей Тогда твои минки могут стать резко неактуальны То есть за этим надо следить Даже серого инновейшн обманывал этим Не раз Так Есть протас Не знаю Нет никого Сейчас Сейчас Буду делать просто по твоей стрим-сране Просто говорю, типа времени не было Отмазался, отмазался Проанализировал, как играет серого, выиграл три раза подряд Что же ты проанализировал интересного в его игре? Что он играет очень быстро? Ни одного человека из алмаза Просто ни одного Даже чё с ником Демюрк играет тиранами Решат Господи, ну не учеников же мне звать? Тирма говорит, я готов Ну наконец-то, господи, мы нашли мастера Наконец-то Наконец-то Аминь Хоть один мастер на стриме Ееее Блин Снутренний перфекционист Недоволен Так, ну куда я создам Проблема с открытыми картами Не знаю, играл ли ты на новых картах Ну давай вот на этой попробуем Я пять дней не играл, Старик Шесть 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 С той среды Поехали Кстати, ребята, которые сейчас в чате в батлнете сидят Я не знаю, зачем вы общаетесь в игре Вы можете в чате на Goodgame, YouTube, Twitchy общаться Здесь вы нужны исключительно для игр Почему вы переписываетесь в батлнете? Это ж неудобно Вечер в хай В хай Замазон? Это Линген Парк, чувак, ты что офигел? Сейчас бы спрашиваешь, что такое Линген Парк Вы что? Вот из этого понадобится? Нет, пока нет Смотрим Смотрим за этим парнем Желаем ему удачи поиграть минами Ему, пока он просто не выберет билд для себя более четкий Он будет играть криво На Стреллиге уже тяжело играть Кривыми опенингами Чатик, давайте проведем голосование Что круче, 5 танков или 25 мин? Только честно Вопросы риторические, если что 5 танков или 25 мин Смотрит мне зерга, который сможет убить терна, у которого 25 мин Не роучими, конечно же, а лингами Лингами-бэйнами Даже обдолбаешься 25 дронов Это правильный ответ Что мы сейчас смотрим? Мы сейчас смотрим Игру Зрителей из Мастер Лиги, который был в ней 15 раз Которого проблемы Ух ты Которого проблемы со своей собственной расой Сейчас он сыграет Наверное Надеюсь, сделать какие-то выводы Правильные Поставил командный центр внизу Может, АПУ? Молодец Молодец Так, у нас есть еще заказы на сегодня? И только я взял мобильник в руки, мне пришло на PayPal от Семена Точнее, от Алексея Один Алексей Как вас величать? Нашел ссылку на YouTube для заказа музыки? Она в описании стрима, самая первая Первая или вторая ссылка в описании на YouTube? Как не нашел-то? Ференданат, благодарность за хорошие стримы, благодаря им в курсе событий по СК-2 А, я так понял, это не за репои Спасибо большое, Алексей, я увидел Те ссылки в описании, guys Прям все доедины Все крикабельные, все работающие Писание, вроде как, лаконично сделано Ух ты Плохое решение Кстати, разумное решение Одобряю его Почему бы и нет? Что мешает зергам так делать? Ничего Только один в этом минус Нельзя сливать гелионов И желательно, чтобы зерк об этом узнал как можно позже Но увидел 30С То, что нужно заметить По возможности будет ему потом Я не буду, естественно, ничем подсказывать Потому что он может слушать стрим И зерг может слушать стрим На всякий Пожарный Так, у меня там еще ученик хотел повторы посмотреть Это давайте отливайся глянем Ты увидел Улучшение командного центра завершено Немного смотрит на гелионов Это главные бараки пойти В большом количестве Он мулф начал кидать нормально А, вот, Алексей Я тебя вижу Спасибо, очки Ты мог бы стать спонсором канала Это было бы то же самое Это было бы так же здорово Ссылку добавлю на этот Короче, вот штука появилась на ютубе Чекайте Модернизируем Там немножко дропы, да Но это не важно Не, это главное Мне волнует развитие зерга А не Удачные заезды гелионов Еще и баньша, кстати, без инвиза подъехала Не особо полезная Никакого смысла в инвизе нет Ой, точнее, никакого смысла нет баньши без инвиза И вот он отдал всех гелионов Потерял тысячу минералов Но из-за этого он убил зергу 12 рабов То есть, по сути, размер-то Размен-то 0 в 0 Зерга может сейчас быстро восстановиться Если деньги у него есть Они у него есть Но теперь он таким образом Не может зерга держать напряжение И не может харасить Здорово, если бы, конечно, он смог оттуда как-то уехать Ну, если бы был медивак Если бы докобы А, вон там ссылка пришла Точно, точно Так, или есть деньги у него сильно Я смогу ему написать интересно Блин, не смогу Сейчас попробую Не знаю, увидит ли он сообщение, не увидит Вот, пожалуйста 8 мин 3 базы Куча пехоты сейчас появится С этого количества бараков Но я не знаю ни одного человека Кто не прогеймер Кто умеет с 5 бараков Тратить ресурсы в ноль Это нереально тяжело Поэтому бараков обычно происходит больше Зерга играет муту И это, на самом деле, его большая-большая проблема Это его смерть Очень громко, музон, кстати Надеюсь Можно и минки дропать, кстати Зерги этого не ожидают Первый на 4-х минах 15 рабов пропустил В финале Первый-то из мастера Узерк из мастера Тем более пропустит Просто минку здесь закопал Минку там закопал Минку здесь, минку тут И все Остальное все в бинт И погнали Шпиль на 7.00 экономики нету В смысле А когда ставить шпиль надо На 10-й минуте Ну-ка назови-ка мне тайминг шпиля Бро О, сплит минок Красавчик И в любую секунду Минки Ой, марики Могут загрузиться в медиваки И улететь Минки выкопал Молодец Молодец Я думал, он не выкопает Дома все это дело заказывается нон-стоп И Зерг сейчас пытается минки разминировать Хотя бы какие-то Бэм Танк столько бы не сделал киллсов Тут надо просто уметь вовремя мины выкапывать Это главная проблема Научиться этому Минус половина собак и бэйнов У Зерга почти ничего не осталось Осталось тупо добить Добрый вечер Берем вот это и вперед Потому что нельзя до последнего микрить Только одной группой И есть смысл вспоминать про дозаказы Бараков стало уже больше Новые бараки Новые минки Отличный слив Ермак Молодец Это ребята из Хасу не тащат Третью хату он ему забрал Осталось добить либо воп Либо убить верхнюю локацию Можно воп Потому что надо давить своим преимуществом Как же Зерг собак слил за игру на муви Это же просто пипец С бэйнами это убить уже анреал Ну-ка Грамотно Хозяк за игру ни одного раба терна не убил Полные команды центра энергии Ты вообще мулов не любишь из принципа И у него еще и 2к на руках к концу Осталось Агрейды кстати он заказывал Он забыл про Грейды 2-2 вроде А нет Вроде заказал Так что хайбай смотри Повторы Повторы Выбери для себя оптимальные И Пятью бараками не играй Тебе сложно будет Нужна очень четкая механика игры Чтобы пятью бараками играть Любой сопой бога тебе придется добавлять их больше И прям улов не забывай Особенно до того как начал активно харассить и дропать Ты гораздо быстрее все сможешь построить Да это зерк из мастера И терн из мастера Правда у него сейчас ММР пониже чуть Но это не суть Ну разницы опять же нету Ну надеюсь тебе было полезно Кидай сканы кстати наперед Когда заходишь к противнику Не забывай что тебе надо Реагировать своевременно на забегание лингов Ну Поиграйся с минками И следи главное Чтоб зерк в роуче не играл Потому что ты Будешь думать что он играет лингами А потом к тебе придут тараканы И твои мины тебе не помогут Кань Побеждай Так Хорошо Кто следующий Спасибо Ермак Если желаю еще разобрать повторы В вечернее время Вот все что вам нужно для этого сделать Даже вот Нет даже не так Вот Желательно их отобрать заранее То есть не какие-то рандомные повторы показывать А конкретные С конкретными вопросами Но это я рекомендую А то я ничего как-то показал Мне три повтора Во всех трех Из которых он изи победил Потому что у противников было там По две тысячи ресурсов И Там нечего было даже практически обсуждать Что за гид творится в отборочных Так это уже не два месяца Близзы Дали всем иконкам мастер лиги Подарили точнее И У них там все косячит очень сильно В ГМЛ пойдешь Куда пойдешь Мне сейчас вообще никуда идти не надо Я повторы разбираю людей Так если повторов нету Я автоматически просто начинаю играть Погнали Все просто